20.30 это Кэп на ТВПМР. Здравствуйте. Через два дня день бендерской трагедии и день медработника. Так совпало. Поэтому начнем сегодня с тех, кто в 92-м тоже был на передовой, но не с автоматом в руках. Врачи. В боевых условиях они продолжали работать, спасали жизни, каждый день рискуя собственными. Июнь 92-го. Молдова вторглась в Бендеры, об этом Андрей Животиков, врач скорой помощи, узнал по дороге домой, когда возвращался на поезде из Киева. До родного города на нем так и не доехал. Из Кишинева добирался уже на машине, через поля. На выезде из Гески в сторону города появились уже первые трупы лежащие. Маршрутка попадала под пулеметные, так сказать, автоматные обстрелы. Где-то останавливались, пережидали, где-то проскакивали очень быстро. Добирался я долго. Я в центре города живу. В принципе, добирался я очень долго. Часа полтора, может быть, мы добирались с Гески до центра. Конечно, все это было жутко, все это было страшно. Уже на следующий день Андрей вышел на работу. Диспетчерская работала в обычном режиме, принимала вызовы. Вот только на выездах все было гораздо опаснее. Нередко ездили под обстрелами. Красный крест на машине молдавских автоматчиков не останавливал. Рафики были. Рафик это, ну, считайте, что такое? Это алюминий. Считайте, это как консервная банка. Пуля проходит по эти консервные банки, машины скорой помощи, чего они не спасали фактически. Потому что любая пуля попадала, вот раненых вот так вот возили. Бывало такое, пуля шальная какая-то попадет, все, раненого. Раненого уже нету, привозишь, привозишь труп уже. Забирали людей, бывало, с одной улицы, вот, с соседних домов, потому что кто-то, где-то, кого-то ранили, кто-то подошел посмотреть, оказать первую помощь. А говорят, что снаряд в одну воронку не падает. Нет, он падает. Нет, он падает. И второй человек точно так же получает же такие ранения. Когда приезжаешь на вызов, вот, забираешь уже двоих. Бывало, что машины наполнялись, пока ты довозишь их людей до больницы, где-то оказываешь первую помощь. Вот, по 4, по 5 человек в машине. Вот так вот сразу сгружаешь в приемном отделении больницы. Работали сутками. Многие даже жили на станции скорой. Это те, чьи дома были захвачены опоновцами. Самое трудное, вспоминает врач, это перестроиться. Вместо гражданской медицины тогда впервые столкнулись с военной. Огнестрельные, осколочные ранения и миновзрывные травмы. Справлялись, спасали жизни, ежедневно рискуя своей. Летом 92-го в эпицентре войны Бендерский роддом. Бои шли прямо под окнами. Женщин и малышей спустили в подвал. Только там было относительно спокойно. Здание обстреливали. Часа в два, наверное, ночи, вот с 19 на 20. Нам тут так страшно, так страшно. Кого-то, может, расстреляли возле роддома. И кто-то так кричал, помогите, помогите. Мы хотели выйти, а нам сразу нашу дверь расстреляли. Мы боимся выйти и помочь даже не можем. Работали под страхом смерти. Но никто не оставил свой пост. Врачи, медсестры, акушерки принимали роды. Позже помогали мамам с детьми эвакуироваться. Субтитры создавал DimaTorzok